Это старый фильм, я молодой. А если куклы это сыграют? Зритель в любом случае идет на название, это однозначно. Ну да, «Любовь и голуби», да. Это не совсем повтор фильма на нашей сцене. Особенно финал, который вот расставляет все точки. А может Гуркин так заложил? Может быть оно вытягивает вот это вот? Мы сегодня на репетиции кукольного спектакля «Любовь и голуби». Еще до появления знаменитого фильма, пьеса Владимира Гуркина с успехом шла во многих театрах страны. О! О, придется, старый, придется. Ну, черт, устал бы поселить в горе. А ну-ка, давай, дайте я дам. Вот Василий из больницы выйдет, я ему все расскажу. Пи-пи-пи. Мы с режиссером Алексеем Смирновым думали о том, что же мы можем сделать такого комедийного в театре кукол. И вспомнили пьесу Владимира Гуркина, которая большой успех имела в кино. И мы подумали о том, что это, возможно, один из тех вариантов, который мог быть на нашей сцене. Если куклы это сыграют, что другой символик, какая другая вдруг возникнет. А вот эта иносказательность и возможность сказать то, что ты не можешь выразить. Ну, как человек, как личность, ты берешь куклу, и она говорит сама за тебя. Владимир Гуркин – это актер омской драмы. Очень честный, очень близкий к правде и к народу, и вот ко всем каким-то глубинным таким проявлениям. И там такие монологи, там такие диалоги, потому что это очень занимательно. И еще глубже, еще ярче раскроет все вот эти характеры и все ситуации. А если прийти, посмотреть вот эту пьесу и знать автора, и знать еще его замечательные пьесы, которые с успехом идут на сцене многих театров российских, то как раз это все хорошо зайдет. Спектакль начинается с того, что главный герой приезжает на место, где все это происходило, и у него пропадает связь. Мобильная. Мобильная связь. По замыслу режиссера это такой очень переходный персонаж, потому что с него начинается история по замыслу режиссера, которая не относится никак ни к самой пьесе, ни к фильму. Потому что он приезжает продавать этот участок. С этого все начинается. Вот эта самая связь со временем происходит через мобильную связь, которая пропадает. Наверное, любому прочтению этого произведения не избежать параллелей со знаменитым фильмом. Однако в этой постановке много того, что никак у Меньшова. Это не есть такой вот простой перенос фильма на сцену театра. Это есть отдельная работа, которая, конечно же, дополняет тот фильм, и, конечно же, очень много параллелей с фильмом имеет. И если вы знаете Александра Михайловна, он смотрел отрывки, специально для него показывали. Я думаю, что люди, которые видели фильм, они просто получат еще некоторое дополнение к тому, что они видели. Удовлетворение, удовольствие, эмоции дополнительные они получат от этого спектакля. Ну, как обычно, приступаешь к любой роли. Я не знаю, будь то Мишка, либо Зайчик, все равно смотришь, а почему такой именно Зайчик? Что он хочет? Какие у него там, не знаю, желания, сверхзадачи? То же самое и здесь. Ну, Зайчик просто оказался, как бы, Василий Кузякин. А, кстати, вот странное дело, сейчас говорю, какой-то наивности и детскости, наверное, в персонаже, там, Зайка, что-то новом приходит. На самом деле тоже персонаж Василия Кузякина, он такой наивный, искренний в своих эмоциях, который не скрывает их. И это то, что вот эта вот наивность роднит не только вот меня, как артиста, с детскими-то персонажами, еще с кем-то. А вот этой вот открытости уже нет, когда ты доверяешь свои чувства другому человеку, искренне, откровенно говоришь, признаешься в чем-то. Мне кажется, вот это уже со временем потеряно, и таких вот, как Василий Кузякин, уже, наверное, не найти. И мне это очень нравится, его открытость. В жизни я, может быть, замкнутый человек, а на сцене, вот, благодаря этому персонажу, я могу стать, ну, каким-то другим. Мы всегда получаем роли в темную, мы не знаем, что режиссеры, кого имеют в виду. И у нас было всех по два состава, всех исполнителей, а я была в одном составе. Я, наверное, мне кредит доверия режиссер выдал. Я не ожидала, что... Хотя мне вот в спектакле больше всего нравится роль Нади, и наша актриса Лена Блажеева играет ее превосходно. Я бы так не смогла, но мне очень хочется, потому что это преодоление. Вот вы знаете, когда мы получаем роль, конечно, мы начинаем искать какие-то точки соприкосновения в своей органике, в своей жизни личной. И окунуться в то время, понять ту ситуацию, понять вот конкретно их взаимоотношения, Василия и Надюхи, вот это и было то, на что вот опирались. Ну и, конечно, опыт какой-то наблюдений из жизни, потому что вся атмосфера, все события, которые происходят там, это вот мое детство советское. Вот то место, где жили мои бабушка, дедушка, вот эти вот все вот стайки с поросятами, и вот эти открытые, такие на полный градус взаимоотношения. Случилось горе, значит, мы кричим об этом на всю Ивановскую. Если у нас радость, то мы делимся тоже со всеми. Поэтому не полностью я могу сказать, что я – это она. Санечки мои! Нету! 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 Он естественный, он не прячется за какие-то там вещи, да, вот, как, например, Василий прячется за своих голубей, а он ни за что не прячется, он такой, как он есть. Фильм настолько зашел в подкорку, да, что очень трудно избавиться от каких-то словечек, говорка какого-то, да, который вот делал Юрский. Но там уже просто фраза в пьесе, Горкин выстроен так, что ты хочешь, не хочешь, волей-неволей, ты все равно, да, снимаешь вот этот какой-то говорок. Трудно? Я еще тогда, когда этот фильм вышел, я была достаточно молода, и тогда я была сильно поражена бабой Шурой, потому что я знаю, что актрисе было тогда около 40 лет, она была совсем молодая, еще с ней рядом бегала ее маленькая дочка, еще совсем крошечная Даша. Вот, и она сыграла такой образ, что там взрослая уже такая бабушка, все, конечно, меня впечатлило тогда очень сильно из всего фильма, может быть, тогда на меня Тинякова произвела такое сильное впечатление, это правда. Когда мы только сдавали спектакль, мы как-то так, ну, не совсем легко шло, и было много, ну, как-то сложности были какие-то, мы боялись. И потом премьера вдруг бах, и поставила все на свои места. То есть какие-то моменты, то ли, опять же, вот пьеса, то ли что, оно вдруг как-то так дих, и открыло путь, и сейчас вот уже, ну, льется со мной приятно. Мы любим этот спектакль очень. Ну, они, она будет цеплять в любом случае, то есть, как бы я там ни говорил, там, не моя тема, я молодой, я не из деревни, но на самом-то деле, там же про семью в первую очередь, про вот эти вот все взаимоотношения мужей и жен, вот этот вот поход на сторону, но это извечная проблема в любом случае. И вот это взаимодействие отцов и детей, тоже, опять же, бессмертная тема, которая всегда будет нас преследовать из поколения в поколение. Это все есть, это вечно, и, соответственно, это актуально, но всегда будет актуально. Ну, как мне кажется, вот для простого обыкновенного зрителя прекрасен тот спектакль, на который он, на который он приходит и все понимает. Понятно, что это непопулярная точка зрения, но, скорее всего, по крайней мере, комедийные спектакли, они должны быть такими, чтобы ты приходил и все понимал, что происходит, и получал от этого удовольствие, и смеялся на радость актерам. Субтитры сделал DimaTorzok